Вся страна отметила 72-ю годовщину Великой Победы. Памятные мероприятия по этому случаю продолжаются в течение всего месяца. В библиотеке поселка Развилка состоялся творческий вечер, на котором собрались талантливые жители и гости поселения. Сегодня мы будем вспоминать, говорить снова о войне, снова о победе. И будем это вспоминать с помощью песен. Такие мероприятия проводятся в Развилковской библиотеке довольно часто, и многие из пришедших уже успели показать свои таланты. Но среди собравшихся были и те, кто пришел на творческий вечер впервые. Я пою давно, уже лет 30, в разных хорах, ансамбле. А потом я, когда вышла замуж, услышала голос своего мужа, прекрасный голос, и сказала, давай попробуем дуэтом. Вместе с мужем Владимиром Сергеевичем талантливые супруги составили дуэт «Родник», творчество которого и было представлено в этот день на суд зрителей. Они словно братья дружились, И делили их хлеб, и табак, И рядом хлеба щели, В огне не прерывы катак. В репертуар дуэта входят русские, народные, казацкие и военные песни. Все пришедшие с войны люди, мой отец не пришел, Но другие приходили, они все пели, Играли на гитарах, на гармониях, на балалайках. Было замечательно. Все застолья без песен не обходились. И мы вместе с ними пели. А в этот день в библиотеке не только пели, но и читали стихи. В выступлении финалистки конкурса художественного слова «Зубовские чтения» Надежда Миненковой никого не оставила равнодушным. А на фронте во сто крат с автоматом я справлялась, и в землянке был уют. Самым трогательным моментом вечера стало выступление ветерана войны Ильи Евдокимовича Савельева. Не пожалев в боях кровавых молодой жизни, Пали, завершив свои дела, И кровь святая на полях отчизны, Цветком победы нашей проросла. Память о войне будет жить всегда. В песнях, стихотворениях и рассказах людей – свидетелей того страшного времени. Дмитрий Книга, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.